Ваши критики говорят, что собственной целью России не была защита мирного населения от Схинвали, а это была попытка лишь сместить президента Саакашвили, привести к дальнейшей дестабилизации Грузии и тем самым воспрепятствовать ее вступлению в НАТО. Это так? Это не так, это просто подтасовка фактов, это ложь. Если бы это было нашей целью, мы бы, наверное, и начали этот конфликт, но, как вы сами сказали, начала этот конфликт грузинская сторона. Теперь я позволю вспомнить факты недавней истории. После неправового решения о признании Косова все ожидали, что Россия пойдет на признание независимости и суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Ведь правда, ведь так было. Все ждали этого решения России. И у нас было на это моральное право, но мы этого не сделали. Мы повели себя более чем сдержанно. Я даже не буду комментировать. Мы это проглотили на самом деле. И что мы получили? Эскалацию конфликта, нападение на наших миротворцев, нападение и уничтожение мирного населения Южной Осетии. Вы же знаете факты, которые там были и которые уже озвучены. Министр иностранных дел Франции побывал в Северной Осетии и встречался с беженцами. И очевидцы рассказывают, что грузинские военные подразделения танками давили женщин и детей, загоняли людей в дома и заживо сжигали. А грузинские солдаты, когда вошли и ворвались в Цхинвале, так между прочим, проходя мимо домов, мимо подвалов, где прятались женщины и дети, бросали туда гранаты. Что это такое, если это не геноцид? По поводу руководства Грузии. Люди, которые привели к катастрофе свою страну, а своими действиями руководство Грузии способствовало подрыву территориальной целостности и государственности Грузии, конечно. Такие люди, на мой взгляд, не должны управлять государствами, маленькими либо большими. Если бы они были приличными людьми, они немедленно должны были сами подать в отставку. Это не ваше решение, а грузинское решение. Конечно, но мы знаем прецеденты и другого характера. Вспомним, как американские войска вошли в Ирак и как они поступили с Саддамом Хусейном за то, что он уничтожил несколько шиитских деревень. А здесь в первые часы боевых действий было уничтожено полностью. С лица земли были стерты 10 осетинских деревень на территории Южной Осетии. 10. Господин премьер-министр, считаете ли вы себя в результате этого вправе вторгаться на территорию суверенного государства, а именно в пределы, собственно, Грузии, осуществлять там бомбардировки? Я сам только благодаря случайности сегодня сижу рядом с вами, потому что в нескольких десятках метрах от меня взорвался снаряд, бомба, брошенная с вашего самолета. Дает ли это вам право с международной правовой точки зрения вступать? Конечно, мы действовали в рамках международного права. Нападение на наши миротворческие посты, убийство наших миротворцев и наших граждан, безусловно, мы восприняли как нападение на Россию. В первые часы боевых действий своими ударами грузинские вооружённые силы убили у нас сразу несколько десятков миротворцев. Окружили наш южный городок, там был южный и северный городок миротворцев, окружили танками и начали расстреливать его прямой наводкой. Когда наши солдаты-миротворцы попытались вывести технику из гаражей, был нанесён удар системами ГРАД. Десять человек, которые зашли в ангар, погибли на месте, сгорели заживо. Затем авиация Грузии нанесла удары по различным точкам на территории Южной Осетии не в Цхинвале, а в центре самой Южной Осетии. И мы вынуждены были начать подавление пунктов управления огнём, которые находились за зоной боевых действий и за зоной безопасности. Но это были такие точки, откуда управлялись вооружённые силы и откуда по российским войскам и миротворцам наносились удары. Я же говорил, что осуществлялись бомбардировки жилых кварталов. Может быть, вы не в курсе всей информации? Я, может быть, не в курсе всей информации. Здесь возможны и ошибки. В ходе боевых действий ошибки возможны. Вот сейчас только в Афганистане американская авиация нанесла удар якобы по талибам и одним ударом уничтожила почти 100 мерных жителей. Это первая возможность. Но вторая, она более вероятна. Дело в том, что пункты управления огнём, пункты управления авиацией и радиолокационные станции грузинская сторона подчас размещала именно в жилых районах с тем, чтобы ограничить возможности применения нами авиации. Используем гражданское население и вас в качестве заложников. Это догадка. Французский министр иностранных дел и председатель ЕСК господин Кушнер выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали «следующей целью». У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Вы это исключаете. Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Там внутри общества, в Крыму, происходит сложный процесс. Проблема крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года. И мы будем руководствоваться этими соглашениями. Другой министр иностранных дел, на этот раз в Великобритании, господин Милибанд, в последнее время высказал некоторые опасения о том, что начинается новая холодная война, начинается новая гонка вооружений. Как бы вы оценили эту ситуацию? Стоим ли мы сейчас на пороге нового ледникового периода? Или это холодная война, начинается новая гонка вооружений? Россия не стремится ни к каким обострениям, ни к какому напряжению, с кем бы то ни было. Мы хотим добрых, добрососедских, партнерских отношений со всеми. Если вы позволите, я скажу, что я думаю по этому поводу. Был Советский Союз и Варшавский договор. И были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск. Эти оккупационные силы ушли. Советский Союз распался, Варшавского договора нет. Угрозы со стороны Советского Союза нет. А НАТО, американские войска в Европе остались. Зачем? Значит, для того, чтобы навести порядок в собственном стане, с собственными союзниками, для того, чтобы удержать их в рамках блоковой дисциплины, нужна внешняя угроза. И Иран не очень подходит на эту роль. И очень хочется возродить образ врага в виде России. Но в Европе...